Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день, меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала Экзегет. Сегодня мы читаем восьмую, заключительную главу книги «Песнь песни Соломона». Мы будем читать этот текст в переводе российского библейского общества. Этот перевод выполнен Яковом Эделькиндом. Как мы помним, «Песнь песней» — очень необычная библейская книга. Она вся, от начала и до конца, состоит из глубоких, поэтических, таинственных слов, образов, посвященных только одному — любви. И вот восьмая глава начинается такими словами. «Ах, был бы ты моим братом, что грудью матери моей вскормлен». Эти слова говорятся от лица героинки, невесты. Она обращается к любимому, к жениху. Видимо, здесь ситуация какой-то разгулки, они не могут быть вместе, что-то им препятствует. А вот если бы он был братом ее, они бы вместе росли. Ничто им не препятствовало бы. Не было бы никаких причин, по которым они не могли бы находиться вместе. И вот она говорит. «Ах, был бы ты моим братом, что грудью матери моей вскормлен». Как мы помним, у песни песней есть множество толкований, буквальных, прочтений, аллегорических толкований. И то толкование, на которое мы стараемся опереться, мы не можем все обозреть. Это, прежде всего, то толкование, где он — это Христос, а она — это душа человека. И вот душа человека восклицает Христу. «Был бы ты моим братом, Господи, ты так далеко от меня. А если бы ты был рядом, если бы мы были родственниками с тобой?» А ведь у нас есть ответ на этот вопрос. Христос называл своих учеников, то есть и нас с вами, христиан, называл братьями. И в церкви такое наименование очень часто используется — братья и сестры. И та молитва, самая главная христианская молитва, которую сам Господь нам дал, она начинается словами «Отче наш, Отец наш». То есть Отец Его, Христа, Он — Сын Божий, и наш тоже. Мы объединяемся со Христом как братья в этой молитве. Во Христе Бог усыновляет нас. Вот на этот призыв души «Был бы ты моим братом» есть ответ. «Да, я могу тебя усыновить», — говорит Бог. «Вы Христе, вы — братья и сестры. «Был бы ты моим братом, что грудью матери моей скорблен. Я бы целовал от тебя, на улице встретив, и меня не презирали бы, если девушка целует какого-то чужого, незнакомого юноша. Все начали шептаться, говорить, что это такое, почему она поцеловала его при встрече. Сейчас молодые люди с легкостью встречаются, обмениваются поцелуями, но в древности это обращало на себя большое внимание, нравы были гораздо более строгие. А если это брат, тогда, конечно, понятно, почему она могла поцеловать его. «Был бы ты моим братом, я бы могла поцеловать его». Но вот во Христе душа имеет возможность радостно приветствовать своего Создателя, и никто не осудит ее за это. «Повела бы я тебя, привела бы домой к моей матери, что меня воспитала, напоила бы пряным вином, соком моей гранатов». Мы уже когда-то говорили о том, что на иврите глагола «поить» и «целовать» — это одно и то же слово. И вот здесь это обыгрывается. Она говорит «я поцеловала бы тебя при встрече, никто не осудил бы». И дальше здесь переведено «я поила бы тебя пряным вином». На самом деле это одно и то же. То ли она его собирается напоить, то ли она собирается его поцеловать. И такая игра смыслов происходит в оригинальном тексте. Это нам напоминает об одном очень важном евангельском эпизоде, когда Христос встретился с Самарянкой у древнего колодца. И речь шла о том, кто кого может напоить и какой водой. И сам Христос сказал «я тебе могу дать воду живую». Когда человек пьет обычную воду, то он через некоторое время опять хочет пить, сколько бы он не выпил этой воды. А я тебе дам такую воду, которая может до конца напоить тебя. И ты уже никогда не будешь жаждать. Это сказал он о Духе Святом. Когда душа соприкасается с действием Святого Духа, то вот это и есть подлинное питье, которое дает окончательное и полное удовлетворение, насыщение человеческой души. «Его левая рука под головой у меня, правая меня обнимает. Заклиная вас, девушки Иерусалима, не будите любовь, не будите, пока не захочет проснуться». И вот здесь душа восклицает, что я привела бы тебя к себе домой. Я хотел бы, чтобы ты жил в том доме, где моя мать меня воспитала. Там, где мне привычно, там, где мое место. Я хотел бы, чтобы ты оказался вместе со мной в этом месте. И если мы обращаемся к алгорическому толкованию, то мы можем сказать, что жених услышал этот призыв, что Христос действительно пришел в тот дом, где мы живем, где живет душа человека. Он пришел к нам на землю. Он стал одним из нас. Он вместе с нами прожил ту жизнь, которой мы живем, приняв на себя и какие-то радости этой жизни, и всю печаль, весь трагизм, все последствия человеческого греха, какие встречаются в человеческой жизни. Он вошел в дом человеческой матери и сам стал человеком. Кто она из пустыни идущая, милого взявшая под руку, восклицают девушки Иерусалима. И дальше опять она говорит. Я под яблоней тебя будила, там, где мать тебя зачала, там, где зачала тебя матушка. «Носи меня, словно печать у сердца, словно печать на запястье, ведь люта любовь, как смерть, как шоу, ревность жестока. Огонь и пламя ее словно расшефа. Не погасят любовь воды бездны, потоки ее не зальют. Кто предложит все деньги свои за любовь, над тем посмеются и только». Вот в этих строках говорится о том, что такое любовь. Как велика сила любви. Любовь люта, как смерть. В более привычном нам синодальном переводе говорится «крепка, как смерть, любовь». Люта, как преисподняя ревность. Большие воды не могут потушить любви, реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дому своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Нет таких денег, за которые можно было бы купить любовь. Нет такого богатства, которое было бы сопоставимо с сокровищем любви. Сама смерть не может противостоять любви. Любовь сильнее смерти. Тот, кто пытается за деньги купить любовь, тот достоин осмеяния и все, больше ничего. Любовь — это чудо, которое возможно в свободе, которое возможно в бескорыстности, и сила этого чуда сильнее, чем сама смерть. Мога еще наша сестра. Еще нет груди у нее. Что нам делать с сестрой, когда сваться к ней начнут? Если она крепостная стена, украсим ее серебряными зубцами. Если она ворота, обшивку кедровую сделаем. Здесь как бы новая реплика от нового коллективного героя. Видимо, это братья ее. Они говорят, она сестра наша. Мога она. Еще нет груди у нее. Как нам ее защитить? Ведь может прийти, не дождавшись настоящего жениха, какие-то другие женихи. Кто-то может попытаться посягнуть на нее. Она нуждается в защите. Украсим ее серебряными зубцами, если она крепостная стена. Если она ворота, обшивку кедровую ей сделаем. Как мы будем поступать, когда сваться к ней начнут? Говорят братья этой девушки. И Господь говорил, что придут в мир многие лжехристы, лжепророки, и будут пытаться увлечь вас. И вот тогда должны появиться братья. Мы в церкви называем друг друга братьями и сестрами. И мы должны беречь друг друга, чтобы никакой, не настоящий жених, чтобы никто, кто может прельстить, обмануть, увезти, не мог бы этого сделать. Каждая душа человеческая нуждается в защите, во внимании, в доброжелательном и тоже любящем отношении со стороны братьев и сестер. Здесь говорится о том, как мы друг с другом должны относиться, как мы должны относиться к душам друг друга. Защитить серебряными зубцами, сделать кедровую обшивку, для того, чтобы никакой лже-христос, лже-пророк, никакой ложный жених не мог бы увезти невесты. Девушка говорит о себе, «Я стена крепостная, мои груди, как башни. Оттого-то он предпочел заключить мир со мною». Она сравнивает себя с укрепленным городом, крепостная стена, башня. И вот приходит настоящий жених. И он не завоевывает и разрушает, так как это делали древние завоеватели, когда иногда не только человека живого не оставалось после завоевания города, но и скотину пускали под нож. Древние войны были страшные. Не было такого оружия, массового уничтожения, как сейчас, но жестокости были очень страшные. И вот настоящий жених, когда приходит, он не разрушает, он заключает мир. «Я похожа на укрепленный город», говорит душа. Но жених, пришедший, предпочел заключить мир со мною. Бог никогда не врывается в душу с каким-то насилием. Он говорит, «Се стою у зверя и стучу, деликатно ожидая свободного ответа человеческой души на этот стук. Я не войду, пока ты меня не пустишь. Я мир с тобой заключаю». Дальше новый сюжет. У Соломона был виноградник в Балахамоне. Он поручил его стражам. За плоды его пусть платят по тысяче серебром. У меня есть свой виноградник. Получай, Соломон, свою тысячу. В виноградере по две сотни. «Обитательница садов, друзья внимают тебе, дай и мне услышать твой голос», говорит он. «Беги прочь, мой милый, словно газель, как юный олень по благовонным горам». Вновь здесь невеста сравнивает себя с героем, ой, простите, вновь здесь невеста сравнивает себя с виноградником, садом и говорит о том, что есть и виноградере, которые должны истеречь этот виноградник. Мы знаем в Евангелии такую притчу о том, что человек насадил виноградник, поставил у людей истеречь этот виноградник, но они не стерегли его. Одних слух прогнали, потом других слух прогнали, потом сына хозяина убили, думая завладеть плодами этого виноградника. И эта притча толкуется таким образом, что Бог создавший мир, это хозяин виноградника, а мир в целом и каждая отдельная душа это такой сад. И Бог не только непосредственно управляет этим садом, но и посылает своих слуг. Некоторые бывают достойные, а некоторые недостойные. И через этих слуг, через этих служителей происходит управление этим садом, этим виноградником. И надо разбираться, какой пастырь является добрым, истинным пастырем, а какой является вот таким ложным, который только обманывает, только хочет плоды себе забрать, который не заботится о том, чтобы хозяину принести плоды этого сада. пастырь приводит к самому себе, то это ложный пастырь. А если пастырь приводит ко Христу, если управитель такого виноградника приводит ко Христу, то это истинный пастырь. И вот все действующие лица, они должны вот об этом помнить. Пастырь должен помнить, что он должен не присвоить, а привести ко Христу. И сама душа человеческая должна помнить, что выбирая себе пастыря, надо выбрать того, кто ведет ко Христу. Такая удивительная книга, книга, которая вся посвящена любви. Что же она делает в каноне Священного Писания, в Библии? Здесь нет заповедей, нет слов о Боге, здесь любовная поэзия. Ну вот когда-то один еврейский мудрец сказал, что что в храме святое святых, то в Библии песнь песней. И потом он добавил вся история мира не стоит того дня, когда Бог дал людям эту книгу песнь песней. Почему так? А потому что любовь это действительно богоподобное чувство. Про самого Бога в Священном Писании говорится, что Он есть любовь. И любовь бывает очень разная. Наша земная человеческая любовь это слово, тем более в русском языке, чрезвычайно многозначное. и мы говорим о том, что есть любовь между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми, между друзьями, может быть, любовь к родине, к вкусной еде. Кто-то скажет, я люблю поспать, отдохнуть, повеселиться. Все это совершенно разные вещи, которые мы называем одним и тем же словом. в некоторых других языках гораздо больше слов для того, чтобы выразить все эти оттенки. В греческом гораздо больше, чем в русском слов, которые все переводятся как любовь на русский язык. Но даже если мы сузим значение этого слова до того, о чем говорится здесь, о любви между мужчиной и женщиной, то мы все равно увидим, что наша земная любовь между мужчиной и женщиной может быть очень разной. Может быть такая любовь, которая желает поглотить, захватить, сделать своим, проявить насилие. Мне хорошо с этим человеком, и я хочу, чтобы он был мой. А может быть такая любовь, которая отдает себя, любовь жертвенная, любовь, которая оставляет предельную свободу другому, любовь, которая служит другому в виде его красоты, его драгоценки, ценность. И вот эта любовь является богоподобной. Сам Бог так возлюбил мир, что Сына Своего Единородного отдал, чтобы мир был спасен. Войди во святилище страданий Божих, говорит святитель Филарет Московский, размышляя в Страстную Пятницу у креста. Что ты видишь там, в этом святилище страданий Божих? «Только любовь», безгранична любовь Божия к падшему роду человеческому. И вот выразить эту любовь очень трудно, рассказать о ней очень трудно. И поэтому книга «Песнь песней» говорит об этом иносказательно, говорит об этом непоследовательно, так что трудно какой-то сюжет найти в этой книге. И только так, таинственным, противоречивым образом можно попытаться указать на эту любовь. Но даже эти таинственные слова, они нас подводят, они нас вдохновляют, они нас восхищают, но даже они до конца не могут сказать, что это такое любовь на самом деле. Потому что любовь невыразима. И вот святитель Филарет Московский говорит, что само Слово Божие умолкало на кресте. Господь, приняв смерть на кресте, замолчал. Слово Божие умолкало на кресте, чтобы выразить эту любовь. Песни подводят нас к тому, что такое любовь. А до конца изъясняет это Господь молчащий в смерти со креста. И вот эта любовь и является главным содержанием книги «Песнь песней». И эта любовь является божественным откровением. И именно потому эта книга вошла в состав Священного Писания и является одной из тех книг, про которые мы можем сказать, что она Богодухновенная, что это Слово Божие, обращенное к нам. в данном случае Слово о любви. Мы читали «Песнь песней» в переводе Российского Библейского общества для библейского портала «Экзегет».